Азербайджан и Великобритания упрощают проведение транспортных операций, в том числе транзитных грузоперевозок. Два государства накануне заключили соглашение о международных автомобильных перевозках. Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заместителем министра иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии, госминистром по делам Европы Лео Дакерти. Соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров, о чем сообщили в министерстве. Также договоренность между двумя странами обещает поддержать рост взаимной торговли. Аналогичные межправительные соглашения Азербайджан заключил уже с 26 странами. Это делается в целях расширения торговых связей и развития международных автомобильных перевозок, пояснили в Министерстве цифрового развития и транспорта. Эти соглашения создают правовую основу для международных автомобильных перевозок. Подписанное соглашение предусматривает принятие определенных мер, совместных мер, по упрощению транспортных операций между Азербайджаном и Великобританией. Также включается сюда и транзит через территорию двух государств в третьи страны или из них. Для этого мы планируем создать совместный комитет с участием представителей компетентных органов сторон. И этот совместный комитет будет иметь право определять квоту бланков разрешений на выполнение перевозок. И это очень важный момент, потому что до сих пор между Азербайджаном и Великобританией не было обмена бланками разрешений, а перевозки осуществлялись на основе ежегодных разрешений Международного транспортного форума, что само по себе могло, конечно, вызвать определенный дефицит. Теперь же никаких проблем с этим не будет, и мы надеемся, что соглашение создаст благоприятные условия для роста грузопотока между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Накануне посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Уолт в соцсети высоко отметил роль Баку в инициировании проекта «Средний коридор». Кроме того, на встрече в Министерстве цифрового развития транспорта были обсуждены важные вопросы как для региона, так и для Европы, говорится в сообщении дипломата. Продолжение следует...